МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДАЛА НАТАЛЬЯ КАЧАНОВА МЯСЦОВАМУ ЛАДАМ У СЮЖЕЦЕ НАШИХ КОРРЫСПАНДЕНТОВ Так склалось, что у представленным графику выездных приемов на новой посаде наместника премьер-министра Беларуси першим населенным пунктом позначен город, дзе працавала Наталья Качанова. Тому по проезде сюды перш за все яна отправилася на объект, реализация якого спрыяла на посаде старшини городского выканавшего комитета. Сегодня уже готовы группы, готов практически бассейн, актовый зал, то есть, ну, высокая степень готовности. И молодцы строители, поработали достаточно неплохо, хорошо сделаны отделочные работы. Я думаю, что в ближайшее время, ну, может быть, в течение месяца этот объект должен быть уже в ближайной эксплуатации. Под час огляду объекта Наталья Качанова дала некоторые парады и на будущую мясцовым уладам. Чего греха таить? Строится жилье, а после этого только начинаются строиться объекты. Детские дошкольные учреждения, школы. Хотя есть указ главы нашего государства, который гласит о том, что инфраструктура должна сначала развиваться инфраструктуру, а потом должно строиться жилье. Поэтому вот и сейчас была дана рекомендация, и мы говорили о том, что и в девятом микрорайоне города Новополоска тоже надо проектировать, а в перспективе строится еще детский сад. Под час приема грамадян у приемной городской администрации звыклая картина – кабинет промых линий на чале Наталья Качанова. Только сегодня у новым статусе наместника премьер-министра. Многие из тех, кто пришел, перш за все веншовали благостаршиню, а уже потом выказывали свои просьбы и пытания. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, я вас поздравляю, отступила в новую должность и хочу поблагодарить вас за то, что вы в Баруси делали, помогали. На прием до вице-премьера записалась не больше за десяток человек. У большейся своей это люди пожилые, что тлымачить и характер зворотов. Переважно звертались о парозных аспектах пенсийных и забеспечения. У целом шастей за все людей хвалявали минавиты пытания улику, стажу, працы, яки уплывая на помер пенсии. При исчислении пенсии, значит, ей рассчиталась пенсия за 25 лет общего стажа и плюс 15 лет переработанного по списку номер один. Не надо вот эти все расчеты, понимаете? Не надо людей сбивать с... И у нее возникает сомнение. Только у меня у нас. Да. Вот здесь вот у нас пенсионеры, которые тоже самое, с такими же вопросами обращались. Поэтому спасибо вам, Господи, что вы приехали. Мы, пенсионеры, собирались ехать в Минск. Я думаю, что здесь все сделано правильно. Я думаю. Мы разберемся еще раз, посмотрим. Потому что вам начислена максимально пенсия возможная. Потому как учитывался стаж. Вот то, что они вам расчет этот сложный дают, такой непонятный. Кутанец, как говорится. Кутанец вносит, да. Для человека, который... Ну, я еще раз повторюсь. Это непросто понять. Но при конце встречи журналисты не смогли не задать головное пытание, якое хвалю и сегодня новополочан. Кто же займит место старшиней городского выканавчика комитета? А Наталья Качанова отказала, что это будет достойная кандидатура. И все будет у Новополоцкого выдатна. И, как стало вядомо вчера, президент краины дау сгоду на призначение старшиней новополочкого выканкама Дмитра Дзямидова. Александр Камович, Катярина Толстякова, Сергей Пальцев. Новины. Новополоцк. Державный комитет по стандартизации краины подвел в вынике конкурсу «Лепшие товары Республики Беларусь». У номинации «Харчовые товары» сирот лидеров, Витебский ликерогарылышный завод, Витебский мясокомбинат, Глыботский молочно-консервовый комбинат. Лепшим у сферы промысловые товары для насильства и выробы народных промыслов стали «Белвест», «Сан Марка», «Открытое акционерное товарыство» с тях индустриализации. А у номинации «Продукция и творче-техничного призначения» у Знагорода отрымали пять предприемств у Витебшины, сяродьяких «Керамика», «Инвет» и «Станкозавод», «Червоны Боразбит». Зажорсткость доживел у Турму. Все не уступили усилу поправки у Криминальный кодекс Беларуси. По новым 339-м артыкуле цепер продугледжена больше суровая покарание зажорстка и обыходжене с живелами. Цепер такое злочинство може обярнуться не просто штрафом, а годом поправчих работ. А калейяну здейснена группа и особ, або пауторна обмежаванем типа сбауленьем воли. У многих европейских краинах и снуе аналогичная практика. У Беларуси спрэчки вакол гэтага пытания вялися на протягу некольких годов. Прокуратура настоивала на узмацнение пока ранее. Увы, некую криминальную отказность за негуманное обыходжене с живелами усёж признали необходной мерой. Жестокое обращение с животными, повлекшее гибель животного, его увечья, совершенное из хулиганских побуждений либо из иных низменных корыстных побуждений либо в присутствии малолетнего ребёнка. За эти действия предусмотрено наказание в виде общественных работ или штрафа, или исправительные работы на срок до одного года, или арест. В настоящее время он будет до трёх месяцев. Кроме того, предусмотрено совершение данных действий повторно, либо группы лиц. В данном случае ответственность будет более суровая. Она будет наказываться арестом до трёх месяцев, или ограничением свободы, или лишением свободы до одного года. Необходимость изменений в закон была связана с тем, что насилие в отношении животных, наших близких, они провоцируют насилие среди подростков, насилие среди несовершеннолетних, повреждает у них агрессию. Это всё, конечно, нездоровое отношение среди людей, и с этим необходимо бороться. Нагадаем, ранее из-за здекывания живёл в нашей краине иснавала только администрационная отказность. Это штраф от 10 до 30 базовых величин або администрационный арест. На Витебшине за 2014 год фактов жёсткого обыходжения с живёлами правооховники не зафиксовали. А кроме того, довольно протяглый час у Беларуси идёт говорка про принятие особного закона об обыходжении с живёлами, який будет регулировать питание обороны живёл, умовы их утрымания, выгулу, регистрации, а так само вызначить парадок работы притулков. Законы проекта могут быть разрежены у 2015 годе. Спорт у черговом туре чемпионата у Беларуси баскетбольный клуб «Рубон» на своё пляцовце примал одного з лидеров розыгрыша столичная «Цмоки» «Минск-2». Подопечные Руслана Байдакова опередили соперника у павыниках трёх-чвертёв, але так и не змогли компенсовать отставание пасля провального стартового периоду. Гости взяли верх с ликом 82 на 90. Подробязность у репортажа Сергея Мисурагина. «Рубоновцы» не улепшим настрою подошли до поединку. На пяре дни не потерпели поражение от могилёвского Барасфена. Головный тренер коротко, а гуча упрочены неудачи. В предсезонный период Могилёв укрепился двумя хорошими опытными игроками. Соответственно, те дыры, которые были у Могилёва, они уже залаплены. Могилёв и по всем, и в том году он был выше нас в турнирной таблице, поэтому что-то я не вижу никаких незакономерностей в этом. Если у вас возможны будут усиления в ближайших 3-4 дня, если мы успеем прыгнуть в последний вагон, то, вероятно, наша ситуация может измениться ещё в лучшую сторону. Но я бы не назвал пятое место сейчас, на сегодняшний день. Это плохо. Из 12 команд. На момент со страши с Рубоном меньшане займали другий родок у турнирной таблицы. Перемога выводила их у лидеров. Столичные споки Минск-2 в Каширю приехали в Витебск, коледок, в Ательену, и поспели за госпеши для себя становшую статистику у матча с Рубоном. Команды сострекались у Кубка чемпионата Беларуси. Меньшане светливали Викторию два раза завтра. По лову стартовой шерсти шла ровная боротьба. Соперники обменивались докладными китками, а потом стало видовошно, что господары не могут справиться с нервами. Витебляне часто помылялись на ровном месте. Безадресные передачи, неподрахтованные китки и слабая гульня под шшитами перекреслили усеих намаганий. Смоки за пять хвилин одарвались на 14 очков. У дальнейшем витебляне мкнулися одновить ровновагу, а изломить сопротивление соперника не смогли. Смоки Минск-2 отримал перемогу 82 на 90. Наступные домашние поядины Курбон проведе 3-го лютого Супрыць Гродно-93. Сергей Мисурагин, Кирилл Кайсберг, Новин Витебск. Новая и самопалночная популяция беларуских зубров з'явилась у Витебской области. У поляуничных господарцей «Червоный бор» Расонского района у дикую природу выпустили больше за 200 оленей и 48 родичей бизонов. Популяция зубров, якая теперь будет проживать на межи Расонского и Верхнедзвинского районов, стала самопалночной в Беларуси. А позже дикие быки загинули от рук поляуничных у початку 20-го стагодзя. Уся сусветная популяция гэтых живел на сёняшний день на сшатке 12 особен, які знаходзеліся у зоопарках. Усяго на землі зараз крыху больше за 4,5 тысячи зубров. Полова з'ях живе на воле. По опошніх падликах у Беларуси наличвается 958 особен з'ях 28 у Бярэзенскім биосферным запаведнику. И вось яшче 48 лясных волата упасялился на тарытуре Витебской области. Нагадом наш выпуск завершен. З вами развитвуюся. Усяго добрых! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!